Российские военные максимально открыты во всем, что касается воздушной операции в Сирии. Не секретится ни средство, ни тактика, ни уничтожаемые цели. Журналисты получают оперативные данные на специальных брифингах. Удары по террористам фиксируются на видео. Несмотря на все это, в информационном поле множатся фальшивки. Якобы погибли мирные жители. Или что удары нанесены по союзникам в борьбе с ИГИЛ. Российские официальные лица заявляют, что это обычная пропагандистская кампания, которая сопровождает любой военный конфликт. Игорь Максименко с хроникой спецоперации. 20 успешных боевых заходов, 8 объектов инфраструктуры, склады вооружения и командные пункты. Первый авиаудар российских ВКС по позициям террористического исламского государства был тщательно продуман и выверен. Российские летчики знали, кого и где атакуют. О том, что в районе сирения Тельбиса находится хорошо укрепленный штаб боевиков ИГИЛ, сообщила разведка правительственных войск Сирии. По словам наших военных, у них были и свои источники информации, данные со спутников и беспилотников. В результате дневных ударов и штаб террористов, и склад боеприпасов стерты с лица земли. А это уже ночные удары. Штурмовая авиация ВКС атаковала 4 объекта, в том числе и командный пункт боевиков исламского государства в нежилой зоне на окраине города Эль-Латамна. Трехуровневое здание превращено в руины точечным попаданием авиабомбы ФАП-500. Министерство обороны просят смотреть на записи внимательнее. На ней видно, соседние постройки не пострадали. Полностью уничтожен завод по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов в северне города Холмс. Именно на этом предприятии автомобили начинались взрывными устройствами и потом использовались для проведения террористических актов, в том числе смертниками. Похоже, подобного на Западе не ожидали. Русские не стали, как обычно, долго запрягать, а наоборот, сразу быстро поехали. Вернее, взялись за ИГИЛ. Серьезно и методично. Видимо, поэтому первой реакцией американские и европейские прессы стала не радость за обретение мощного союзника в борьбе с террористами, а яростная критика. И, как следовало ожидать, огромное количество ничем не подтвержденных информационных вбросов. Россия произвела серию авиаударов, которые якобы направлены против террористов ИГИЛ. На самом деле, это действия против групп, борющихся с режимом Башара Асада. Есть несколько отчетов, которые подтверждают, что российские авиаудары были нанесены по позициям свободной сирийской армии. Путин имеет внешние и внутренние причины для вмешательства в Сирии. Он хочет восстановить российское влияние на международном фронте. Также он хочет сохранить контроль над военно-морской базой России в Тартусе, в Сирии, единственной оставшейся за рубежом военной базе за пределами бывшего Советского Союза. Россия рискует быть привлеченной за военные преступления в Сирии. В интернете тем временем один за другим появляются ролики, якобы последствия российской боевой операции. Часть из них была размещена на новостных сайтах уже через несколько минут после нанесения авиаударов. Поразительная скорость, учитывая, что в Сирии практически отсутствует качественная связь. Но на Западе это мало кого волнует. Дома горят, люди кричат, несут убитых и раненых. Это подается как результат бомбового удара именно российских ВКС. Что касается информации СМИ по поводу того, что страдает гражданское население, мы к этим информационным атакам готовы. Первая информация о том, что есть жертвы среди гражданского населения, появилась еще до того, как в небо поднялись наши самолеты. Официальный Вашингтон пока воздерживается от публичной критики Москвы. Наоборот, в Белом доме объявили о срочном возобновлении контактов военных ведомств двух стран. Правда, администрация Обамы остается верна своей линии. Там уверены, порядок в Сирии возможен только при смене руководства. Мы будем приветствовать конструктивную роль России в борьбе с ИГИЛ. Это наш общий интерес. Президент Обама прекрасно осознает тот факт, что сирийский кризис невозможно решить военным вмешательством. Притом абсолютно не важно, откуда именно произойдет это вмешательство. Из России или из какой-либо другой страны. Корень проблемы лежит в политике Сирии во власти президента Асада. Зато предельно откровенные союзники США на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия потребовала срочно остановить российские авиаудары в Сирии. Власти королевства тоже считают, что российские самолеты бомбят мирное население вместо боевиков. Делегация моей страны выражает глубокую озабоченность в связи с боевыми операциями, которые осуществили российские военные там, где нет сил исламского государства. Эти удары повлекли некоторое количество невинных жертв. Мы требуем, чтобы это прекратилось и больше не повторялось. Кого представители Саудовской Аравии считают невинными жертвами, непонятно. Возможно, вооруженную сирийскую оппозицию, которую они активно поддерживают. А может быть и боевиков ИГИЛ, которые, как известно, недавно получили 4 миллиарда долларов помощи от частных инвесторов. В том числе и из этого королевства. Между тем появилась первая реакция легитимных властей Сирии на российские действия в регионе. Посол Сирии в Москве призвал страны коалиции объединить усилия в борьбе с ИГИЛ. Сторонники международной безопасности и законности должны не мешать России в борьбе с боевиками исламского государства в Сирии. Кто хочет руководствоваться законом джунглей, пусть останутся только зрителями. Те, кто хочет восстановить справедливость, бороться за суверенитет, мир и безопасность, должны поддержать Россию и противостоять этому злу, терроризму. Этому призыву пока прислушались только в Иране, который начал подготовку к наземной операции в Сирии. По последним сообщениям, несколько сотен иранских военных уже высадились на севере республики. Игорь Максименко, Дарья Пинчук, Пятый канал. Глава российского МИДа на полях Генассамблеи ООН сегодня провел встречу с коллегами из стран Персидского залива. А после Сергей Лавров дал пресс-конференцию. Основная часть вопросов, это было ожидаемо, казалось, начало антитеррористической операции, которую проводит российская авиация в Сирии. Министр еще раз объяснил позицию Москвы в этом вопросе. Если государство является объектом террористической атаки, то как можно оставлять это государство в стороне от коллективных усилий по ее пресечению? Это, во-первых, противоречит международному праву, противоречит принципам устава ООН, а во-вторых, это непрактично. Поэтому, чисто с прагматичной точки зрения, те, на кого нападают и кто защищается, если вы хотите бороться с теми же боевиками, кто это нападение осуществил, должны сотрудничать со всеми, кто им противостоит. Сергей Лавров добавил, не по вине России борьба с терроризмом и в частности с группировкой ИГИЛ зашла в тупик. Как российских военных встретили в Сирии? И почему местные жители считают их спасителями? Специальный репортаж из Латакии. В это воскресенье в программе «Главное» с Никой Стрижак. И вот что еще готовят коллеги. Два дня, которые изменили мир. Как вся планета следила за выступлениями российского и американского президентов на Генассамблее ООН? О чем они разговаривали за закрытыми дверями? И почему Белому дому пришлось отступить в сирийском вопросе? Порошенко вызвали на ковер. Почему в Европе недовольны поведением киевских властей? Как украинский президент будет оправдываться за срыв минских соглашений? Трагедия Бабьева Яра. Как в сентябре 41-го фашисты уничтожили 33 тысячи человек? Какое участие в массовой казни принимали украинские националисты? Почему сегодня палачи чествуют в Киеве? И к чему приводит историческое беспамятство? Об этом и не только. Воскресенье в 18.00 в программе «Главное». Владимир Путин сегодня в Кремле провел заседание Совета по правам человека. На встрече подчеркивалось этот год юбилейный для российского правозащитного движения. Полвека назад, в декабре 65-го, в Москве прошел политический митинг в поддержку Синявского и Даниэля, публицистов оппозиционных советской власти. На заседание побывала Ксения Некрасова. Она в прямом эфире. Ксения, встреча длилась несколько часов. Какие темы обсуждались? Да, коллеги, действительно, традиционная встреча Совета по правам человека состоялась в юбилейный для правозащитного движения год. В декабре ему исполняется ровно 50 лет. Выступая с приветственным словом, Владимир Путин поблагодарил общественников за их работу и сообщил о создании ежегодной премии в размере 2,5 миллионов рублей, которая будет вручаться за выдающееся достижение в области правозащиты и благотворительности. Принято решение об учреждении ежегодной государственной премии в размере 2,5 миллионов рублей, которая будет вручаться за выдающееся достижение в благотворительной деятельности. Конечно, благотворительность, мы с вами понимаем, это особый вид деятельности. Она не ищет и не ждет наград. И в целом это высокое и достойное дело является частью наших национальных традиций. Ну а среди вопросов, которые сегодня поднимали правозащитники, это и судебная система, и мониторинг сентябрьских выборов. Также в ходе заседания участники предложили президенту свои идеи по совершенствованию закона о НКО. Так вот, по мнению общественников, термин «иностранный агент» зачастую на местах трактуется неправильно. Со своей стороны президент согласился, сказав, что да, закон требует конкретики, но добавим, государство, как и прежде, будет уделять особое внимание развитию гражданских институтов в числе мер поддержка грантами. Напомню, что с 2015 года в список направлений, по которым выдаются гранты, внесены защита прав трудящихся, поиск и поддержка одаренных детей и молодежи, помощь людям с ограниченными физическими возможностями и пенсионерам. Что же касается денежной помощи, в этом году государство выделило на поддержку НКО 5 миллиардов рублей. Владимир Путин посоветовал и бизнесменов последовать примеру, чтобы те, в свою очередь, также оказывали финансовую помощь общественным организациям. Ну, кроме того, Владимир Путин сказал, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, Россия будет поддерживать наших соотечественников, проживающих за рубежом. В первую очередь, это, конечно, ветераны, речь идет о пенсионных выплатах. Ну и символично, что накануне встречи Владимир Путин подписал указ о создании мемориала в память о жертвах политических репрессий. Эту инициативу члены Совета высказывали президенту на прошлой встрече. Коллеги. Спасибо. Ксения Некрасова о сегодняшнем заседании президентского Совета по правам человека в Кремле.